Ребятушки, вышла с пологвида, боже, поезд, господи, тракт, все вместе. Короче, вышла я с работы в 4 часа сегодня, смотрите, на улице жара, я иду раздетая. Где моя куртка, где мой пинджак с карманами, подарила. Говорю, открывай рюкзак, забирай сегодня, а то вдруг завтра холодно, я ж не смогу пойти голая домой. Так что, довольный, как слон. Ну что у нас, сегодня я опять давилась очка. Меня позвали на сдачу нескольких этажей. Ну, с моей стороны сдача, это у меня в одной руке тряпка, в другой руке обезжириватель, ну и еще какая-то мочалка. А вот, вся Ира моя говорит, иди, иди ты, потому что ты разговариваешь, я что-то не пойму. Говорю, что там понимать. Показали, пальцем тыкнули, они на английском разговаривали, чтобы я там могла понять, тоже ничего. Ну, такая девчонка попалась, а то у нас ходил мужик, причем такой, матюкается, такой грозный, а то не сделали, то не сделали. Вот вам штраф за это, вот вам это, вот не принят этот магазин, все. Ну, это девочка, блондинка, я думаю, да, блондинка, ребята, у нее вместо глаз были бинокли, это я вам точно говорю. Настолько она щепетильная, я не знаю, это, наверное, как бы корабль, может она в родстве с тем, кто, а может, знаете, такой передовой работник, что ее назначили принимать этот корабль. Молодая, совсем молодая девчонка, девчонка, симпатичная, и вот это она принимала. Открываем один люк, оттуда масло течет, ну, это не наша вина. Открываем одну дверку, они одну решетку присобачили, так, а вторую наизнанку. И вот эти, которые ответственные по этой лодке, блин, ну, где у них руки, ну, где у них мозги. Вот, потом я сошла на свой пятый этаж, Альберта мне говорит, а я тебя все ищу, 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 говорит, у нас сейчас консенья, ну, это же с дачи лодки начнется. В четыре часа я говорю, а мы сегодня в четыре уходим домой. Он говорит, ой, идем, там одну решеточку мне надо помыть. Вот, я говорю, ну, идем. Короче, помыли мы с ним ту решеточку, говорю, теперь будешь спать спокойно. Он говорит, да, теперь буду спать спокойно. Ой, короче. Так, ребята, ну, это все весело. Сегодня мне еще одно предложение по работе поступило, от которого я отказалась, конечно же. Оренсано. Оренсано – это морское побережье, ну, за Генуей, в Ольтри, там. В общем, Оренсано. Мы туда на море, кстати, ездили, где мы сидели на чуть ли не на асфальтированном пляже. Ну, короче, одни камни, камни, камни. Вот. Пригласили повара в Оренсано. Но работа, значит, они готовят и обеды, и ужины. И это получается, по-итальянски называется, orario spiato. То есть так, как говорила, ну, как говорила, как работала Тереза. Ты можешь поработать там пару часов в обед, потом у тебя пауза непонятно насколько, и потом ты должен заступить вечером и работать до... До не хочу, до самого не хочу. Понятно, что кухня, что, да, ты накормленный, других накормишь, но работать под самое не хочу, я тоже не хочу. Почему? Потому что, во-первых, Оренсано – это морская зона, еще раз скажу. Вот. И когда начинается сезон, ни туда, ни обратно, потом ты просто, ну, просто не выберешься, понимаете? Вот. Поэтому, я говорю, не, это придется жить в ресторане. Я говорю, не-не-не-не-не-не. Такое сразу отпадает. Если бы это еще было где-то возле дома, в Вене, тот, с чем можно было бы как-нибудь. Сейчас мы тут с собачками поразгнуемся трошки. А то дорога узкая. Собачек много. Видите, в каком платьице она идет, а? Все и с бантиком. Так, 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 жопой шевелит. Ой, ой, красавица. Девочка нарядная. Трусы забыла и нацепить. Что ж вы ей трусы не одели? Надо было еще как-то. Ладно. Так что такие вот пирожки у нас. Вот. С нашей лодкой тоже непонятно. Говорят, что она в таком виде никогда не уплывет. Но. Олеся пока не получила распоряжение, кто остается, кто уходит. Я думаю, это все решится завтра в последний день, как всегда, без всякого предупреждения. Так, ну что, бежать? Ну, давайте так на полубыстром шаге выскочим. О, шум городской, да? Все тарахтит, все звенит. Интересно вам, как люди идут одетые? Я иду раздетые. Ну, в принципе, людей уже можно увидеть, даже с коротким рукавом. Ну, это вот идут каких-то пальтишков, каких-то. Вот. А вообще-то у нас тепло. Собирались мы с Аленой что-то чудо ныть, но походу не получается. Так что будем думать. Если вдруг у меня нарисуются выходные дни, то мне надо срочно заняться всеми документами, куча всего. Сделать свои права, заказать глазняка. Ой, работы, работы и еще раз работы. А сейчас знаете, что хочется? Мне опять захотелось шпината или чим и дирапа. Купить вот так на сковородке их. Ой, какая-то вкуснятина. Давно уже не готовила себе так, знаете. А оказывается, быстрая пища, она самая вкусная. Вот самая такая. Дома стоит кастрюляка голубцов, да? А я о шпинате мечтаю. Ну, это таки. Что в обед что-то перекусила. Ну, наверное, рановато. Можно в Лидлу заехать. А трошки прискупиться. Сейчас посмотрю. Каких-то напитков взять. Вода, по-моему, дома закончилась. Воду у нас можно и с крана пить. То мы так вот, когда ее выдергиваемся, то покупаем воду в бутылках. А вообще-то у меня соседка говорит, «Та я всю жизнь с крана пью и ничего». Правда, она воды не пила. Говорит, я пью молоко. Понятно, что она воду не покупает. Так, ну что? Стояночка. Пришла я. Ехаю я до дома. Стоит о чем-то помечка. Вот он. Кимедирапа. Видите, как маленькая бракалета. Сейчас я выберу, чтобы не было желтых цветет. Потому что, если цветет, уже нехорошая. Вот такая цена его. За килограмм шесть. Дороговатые, но это того стоит. Они уже чищенные. Ну, еще такая зелень есть. Тоже готовится в таком же. Только у них более степли такие, покрупнее. Продается черная капуста. Я когда-то теста с нее делала. На комнате. И шпинат. Ну, вот спиначи, которые мы с вами делали. В чуть-чуть. В другом исполнении. Видите, они здесь. Видите, там прям разорванное, видно. Зелененькое. Только домашнее вкуснее. У нас в подъезде шумиган. У нас в подъезде, тарарам. Ходят, делают превентиву. Как же. Просчет. Если кто-то хочет перейти. На свое отопление. Не отминал. Так, ребята. Что ж такое еще набирал там? Ой. Зелень репы. Зелень репы. Ну, давайте. Будете поправлять, если я что-то неправильно сказала. Потому что виталии их называют синагирата. Причем, видите, как они в Lidl красиво. Вот растение, оно длинное. Почему стоит дорого? Шесть с чем-то за килограмм. Что замороженное, что свежее. Свежего уже давно в Lidl не видела. Но мне захотелось, прямо вот захотелось. Приезжали и есть, понимаете. Вот по щучьему велению, по моему хотению. И вот они прямо такие вот. Все, их чистить ничего не надо. Они даже помытые. Но я помыть помою, потому что это для сковородки. В общем, 400 грамм. По-моему, 2 суток. Так, что у нас в замской сумочке имеется? Потом малинка, сейчас я ее кину в морозильник, поразморознется. Полкилограмма 350. Вообще-то у нас малина стоит где-то евро 12, по-моему. Если свежая. То есть она очень дорогая. Скидочка. Восемь вот таких вот штучек. Называются барреты. Там их было разные вкусы. Я взяла шоколадные. Типа месли, знаете, перекусы. Вместо орешков. Вот. 8 штучек по 25 грамм. Стоили евро 99. 57% скидки. В общем, 80 с чем-то копеек. То есть одна штучка стоит 10 копеек. Что считается нормальным. Так. Ну, как обычно, моя рикотта вкуснейшая. А, у меня есть новинки сейчас. Морковка увидела, что такая, небольших размеров. Взяла целую пачку, потому что я иногда люблю сырую морковку схурубать. А может, еще сделаю по-корейски. Ну, за котетку. Взяла овсянку на завтраке и молочко. Соседка напомнила. И новинка. Новинка увидела. Кукурузный хлеб. Смотрите. Последний бульки, кстати, забрала. Я всегда что-то все последнее забираю. Смотрите, какой он желтенький. Я думаю, что будет вкусный. Я кукурузный хлеб, по-моему, еще ни разу не ела. Ну, попробую. И вам расскажу. Что, все? Нам с косумочками. Ой, я же сегодня мандаринчики понесла на работу. Боже. Какой народ довольный был. А я прям такую хорошую коробочку набрала. И когда все начинают, знаете, вот он между собой. Ты там не так плитку положил. Ты это. Ты еще что-то. Я такая выхожу. Перерыв. На мандарины. Каждой себе помандарин. Ой, говорит. Аж на душе полегче. Короче, я думаю, что они уже к нам настолько привыкли, что если у нас, может, даже завтра будет последний день. Этого еще никто не знает. Да, ну, конечно, как-то и не важно. То я думаю, что они, наверное, без нас уже как-то и расстроятся. А мне, лично мне, мне очень жалко расставаться с нашим Майрэнни. Вот этот, который Санто-Домин. Говорит, да, какой классный мужик. Как с ним хорошо работается. И он сегодня стоит, такой, мы уже по концу дня. И он заели рассказывает, говорит. Знаешь, с кем мне больше всего нравится работать? Говорит. Вот с ней, говорит. Мы несколько дней работали вместе, что нас никто не трогал, не разделял. И надо было сделать огромную работу. И говорит. Ну, прям до диву. Ну, как работа от Бога. Каждый сам себе, тихо, спокойно, говорит. Я еще такого спокойного человека никогда не встречал. Это он на меня. Я, говорит, тоже беспокойный. Ну, действительно, в работе мы вот прям, ну, сошлись. Сошлись и характерами. Мы, наверное, одинаковые. Так что, потому и сошлись. Так что, натуре, если чима-ди-рапа на ужин. Все-таки, на его лупти. А чима-ди-рапа и, наверное, такой шматок сала, кусок хлеба. Все. Вот он, кукурузный хлеб. Корочка хрустящая. Вкусные, ребята. Советую. Новинка, попробуйте.